Новая газета Кубани продолжает принимать гостей из-за рубежа. Недавно редакцию посетила делегация из США – юристы, ученые и общественные деятели. Это лишь часть большой делегации народных дипломатов, разъехавшихся по российским городам и весям, чтобы воочию познакомиться с жизнью простых россиян. Гостей решили встретить в самых что ни на есть русско-кубанских традициях. На столе стоял самовар, матрешка и статуэтка кубанского казака. А угощали гостей соленными огурцами и бутербродами с салом и ржаным хлебом под холодную водочку. Я не идеализирую политиков ни российских, ни американских, ни каких-либо других. Свойства политики и дипломатии, ну вы же прекрасно понимаете, выдавать желаемое за действительное. Я не идеализирую политиков, но я надеюсь, что вы понимаете, что основная характеристика политики – это показать, что нужно показать. Задача людей – контролировать политиков и заставлять делать то, что хотят людям, то, что им нужно. В этом смысле, я думаю, независимо от того, в какой стране кто живет, все люди хотят одного – хотят, чтобы был мир, хотят растить своих детей, хотят, чтобы их дети и внуки были лучше, чем они. Хотят хорошо зарабатывать, хорошо отдыхать, жить в комфортных условиях. Но разве не так? Я думаю, что люди… В этом мы все очень похожи. Я вернусь, что… Я думаю, что родители – все наше общество – в мире – они хотят жить в реальным мире. Они хотят жить в миром, они хотят привлечь детей, в письме, в пути, в мире. Они хотят нормальные сборки. Они хотят ходить, они хотят ехать. И я знаю о тех жертвах, которые Советский Союз понес в Второй Новый Войне. И мой отец и другие его товарищи тоже пострадали. Поэтому я бы хотел сказать, что это время, что мы должны привести эти войны к конкурсу. И когда я говорю это, я понял, что Америка была вредом 18 лет назад. И сегодня мы начали серию войсков, которые мы называем «перпетионная война». В последние 18 лет Америка является агрессором и инициирует военные конфликты по всему миру. Я думаю, что я могу говорить о себе, но, возможно, для этих партнеров здесь. Мы понимаем, что Соединенные Штаты должны остановить свою «перпетионную войну». Но люди в мире должны понимать, что мы проведем свою «перпетионную войну» и называем, чтобы уничтожить. Я хотела бы сказать за себя, но, возможно, мои соотечественники согласятся со мной, что я уверен, что Америка должна прекратить военные конфликты. Но в то же время я хотела бы, чтобы вы знали, что она продолжает экспонтировать в огромном объеме, который увеличивается с каждым годом все больше и больше. И политика Америки заключается в том, чтобы просто бесконечную войну вести, и мы создаем условия для терроризма так же, как в 90-х годах, и это происходит и сейчас. Разговор затянулся допоздна. Слишком много интересовало гостей и журналистов МГК. Слишком много вопросов накопилось друг-другому. Три часа пролетели, как одна минута. Все расстались с довольной встречей, а гости еще и фирменными кружками, подаренными им на праздник. Традиционное коллективное фото прекрасно отразило позитивное настроение участников. Субтитры создавал DimaTorzok